Добрый вечер, уважаемые рязанцы! В эфире нашей телекомпании программа подробностей. Самое время вспомнить о том, что лучше Новый год начинать без старых долгов, тем более если должны налоговой службе. В кресле гость Алексей Лощенов, который в очередной раз расскажет о грамотном создании и ведении своего бизнеса. Я кратко расскажу об основных изменениях, которые произошли именно с этого года. Первое, наверное, и главное. Соответственно, отменена обязанность налогоплательщиков информировать налоговую службу об открытии и закрытии расчетных счетов. Введена возможность использования типовых уставов юридических лиц для государственной регистрации нового бизнеса. Это легко и просто экономит расходы юридических лиц. Теперь по действующему законодательству с момента утверждения типового устава приказа Министерства экономического развития России можно не представлять полный пакет документов, а сослаться как раз на тот самый типовой устав, который размещен на официальном сайте Федеральной налоговой службы. И в ближайшее время эта функция будет реализована, соответственно. Уже более года действует процедура обязательного досудебного обжалования решений, касающихся государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей, с которыми не согласны заявители. Введена возможность заключения корпоративного договора об управлении внутри юридического лица, внесения соответствующей информации в ЮГРЛ. Ну и тоже достаточно существенная подвижка в законодательстве, снижающая расходы, связанные с ведением бизнеса. Реализована на сайте ФНС России и в закон были внесены соответствующие изменения возможности безвозмездного получения сведений из единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в электронном виде. Ну и серьезные тоже изменения, такая квинтэссенция уже всех мер, которые были приняты в рамках реализации дорожной карты, это, конечно, сокращение срока государственной регистрации юридических лиц и единого предпринимателей. Начиная с 29 декабря 2015 года для создания нового бизнеса, для регистрации, если быть точным, новых субъектов предпринимательской деятельности, юридических лиц и единого предпринимателей, законодательным отводится регистрирующему органу три рабочих дня. Сокращены максимальные сроки. Ну и буквально в конце 2015 года Федеральная налоговая служба ввела в эксплуатацию новый интернет-сервис, я напомню, сайт налог.ру, который позволяет в электронном виде подать полный пакет документов для государственной регистрации новых индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. А проследить, достоверные данные или нет, стало проще? Действительно, мы в 2015 году предпринимали все усилия, направленные на проверку достоверности информации в Едином государственном реестре юридических лиц по трем компонентам. Какие это компоненты? Это информация об адресе организации. Это очень важный кластер сведений. В зависимости от достоверности, полноты и информации об адресе, в принципе, определяется, соответственно, и информация, которую владеет контрагентом этого юридического лица. Это информация о единоличном исполнительном органе и информация об учредителях. Кратко цифры. 179 исков было подано налоговой службе в нашем регионе о принудительной ликвидации юридических лиц, допустивших грубые нарушения законодательства государственной регистрации. Сразу спрошу, это много или мало? Это достаточно серьезная цифра по сравнению с прошлым годом. Дело в том, что мы больше стали выявлять случаев, касающихся недостоверности информации об адресах. В том числе, обращаясь к нашим телезрителям, если они при своей хозяйственной деятельности, при заключении сделок выявляют, что организация не находится по адресу своего местонахождения, которое указано в реестре, единого государственного реестра юридических лиц, сообщают эту информацию в налоговую службу. То есть это шаг намеренный? Абсолютно точно. Более того, 290 организаций, которые имели недостоверную информацию в реестре об адресах, актуализировали, не дожидаясь подачи соответствующих исков в налоговую службу, актуализировали свои информации об адресах. Мы также активно привлекали к административной ответственности тех директоров, юридических лиц, которые предоставляют несвоевременную или недостоверную информацию о организации для внесения в ЕГРЛ. Более 1 миллиона 100 тысяч административных штрафов, соответственно, сумм административных штрафов было наложено на таких юридических лиц. Ну и, наконец, тоже достаточно серьезная итерация нашей работы – это исключение недействующих юридических лиц из единого государственного реестра. Ну и, наконец, самая жесткая мера – это 9 дисквалификаций в отношении единоречных исполнительных органов организации, в отношении физических лиц, которые больше не могут уже исполнять функции по управлению компаниями, как допустившие грубые нарушения законодательства, в том числе и допустившие административные правонарушения, предусмотренные статьей 14.25 КОАПа. Происходит от банального незнания законов или от намеренного все-таки несоблюдения в большинстве своем? Вы знаете, и то, и то. Вот мы выявили ситуацию с массовыми директорами, например, когда одно юридическое лицо, прошу прощения, один физик может управлять несколькими от 50 организаций и более. Более того, есть случаи нахождения юридических лиц в адресах массовой государственной регистрации. Например, в одном нежилом помещении нам в 2015 году удалось предотвратить, нежилое помещение получило 4 квадратных метров, это кладовка, пристроено на квартире, массовую миграцию из других субъектов Федерации в Рязанскую область юридических лиц на этот адрес, имеющих задолженность на сумму более 500 миллионов рублей. Практически из 70 субъектов Российской Федерации была попытка совершить миграцию на этот адрес организации задолженностью. Как вы понимаете, информация об адресе была недостоверной. Поэтому это как раз была схема уклонения от уплаты налогов, ухода из-под налоговых проверок через изменение адреса юридического лица из одного субъекта Федерации в другой субъект Федерации. Уже не в первый раз в нашей студии появляется любопытная брошюра. Давайте покажем ее еще раз и расскажем, для кого она, чему она будет способствовать. С удовольствием. Вот наряду с нашей, повторяю, фискальной составляющей, касающейся деятельности налогоплательщиков, мы также в течение этого года во взаимодействии с правительством Рязанской области реализовали мероприятие, касающееся уже дорожной карты внедрения лучших практик национального рейтинга состояния институционного климата в Рязанской области. С 2016 года в нашем регионе действует экстерриториальный принцип государственной регистрации юридических лиц в университетах предпринимателей. Что это значит? Я напомню, что у нас действует единый центр регистрации нового бизнеса, улица Свобода, дом 80, город Рязань. Соответственно, в ЕЦЕРе по любому юридическому адресу внутри нашего субъекта Федерации, в любом муниципальном образовании, если будет находиться организация индивидуального предпринимателя, можно зарегистрировать новое юридическое лицо. Второе, что сделано, мы заключили соглашение с многофункциональными центрами оказания государственных муниципальных услуг, теперь сдать документы для регистрации нового юридического лица, для регистрации индивидуального предпринимателя, получения выписок из реестров ЕГРИП и ЕГРУЭЛ можно в любом МФЦ. Вот эта брошюра – это третий достаточно серьезный шаг, связанный с улучшением инвестиционного климата в нашем регионе. То есть она поможет ответить на любые вопросы? Практически на основные вопросы, касающиеся создания деятельности новых юридических лиц и предпринимателей. Серьезный тираж, 4000 экземпляров, безвозмездное, бесплатное распространение этой брошюры во всех налоговых инспекциях, многофункциональных центрах, оказания государственных муниципальных услуг, на площадках, бизнес-школ, соответственно, бизнес-инкубаторов, которые действуют в наших муниципальных районах, городских округах. Вы можете обратиться к нам в управление. Ее можно скачать, это важно сейчас. Конечно, в электронном виде мы можем вам и предоставить. В чем смысл этой брошюры? Название здесь полностью соответствует содержанию. Путеводитель по основным вопросам, которые возникают на стартапе. Вот основные вопросы мы сконцентрировали, соответственно, в этой брошюре. И, главное, доступным, понятным языком попытались вместе с правительством изложить ответы на эти типовые вопросы. Давайте напомним самое важное, о чем наши телезрители не должны забывать. В закон о государственной регистрации юридических лиц и нервных предпринимателей были внесены изменения. Это 67-й федеральный закон, он всеобъемлющий, кстати, он так и назывался. Внесение изменений в отдельные законодательные акты, касающиеся обеспечения достоверности сведений базовых реестров. Ведь какая задача именно 2016 год будет проходить под трендом в части, касающейся государственной регистрации нового бизнеса, обеспечить достоверность, полноту, актуальность информации в реестрах. Я расскажу о двух серьезных составляющих, о новеллах в законодательстве языком юриста. Первое, на что нужно обратить внимание, конечно, это в законе регламентируется проверка тех сведений, которые уже внесены в ЕГРЛ. Проверка будет проходить в определенных формах, в определенных процедурах, они в законе описаны. Один из элементов этой проверки, если налоговый орган установит элемент недостоверности информации об адресе, об учредителе, о директоре юридического лица, то в этом случае мы будем направлять уведомления, соответственно, этому юридическому лицу. Если в течение 30 дней, с момента получения такого уведомления, предприятие или представитель единоличного исполнительного органа этого предприятия не прореагирует, то налоговая служба будет вносить в ЕГРЛ запись о недостоверности той или иной информации. Чтобы все контрагенты правильно представляли о том, как ведет бизнес в этой части, в данном случае это юридическое лицо, в реестре будет соответствующая отметка. Еще одна серьезная такая новелла – это процедура предварительного уведомления об изменении адреса. Я уже говорил, сегодня достаточно характерная ситуация, проводится налоговая проверка, и организация начинает мигрировать из-под действия территориальной юрисдикции одного налогового органа в другой налогового органа, из Рязанской области в лес лежащие и обратно. Теперь в законе вносятся серьезные барьеры, процедуры, связанные с проверкой достоверности информации об адресе. Предварительно нужно будет внести заявление об адресе, и не позднее, чем через 20 дней, будет вноситься соответствующая информация в реестр, то есть все контрагенты будут уведомлены, и в дальнейшем уже налоговый орган по новому месту нахождения юридического лица будет принимать решение о наличии оснований для изменения сведения ГРЛ об адресе, в том числе и при представлении правоустановливающих документов, касающихся адреса. Но это не единственное изменение, вносящееся в закон о государственной регистрации. Я предлагаю ознакомиться со всеми разъяснениями, касающимися вот этих новелл в законодательстве, на нашем официальном сайте налог.ру. Спасибо за эту встречу. Сегодня гостем студии был Алексей Лощенов. Это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин